Сразу три пожара произошло в минувшие выходные. К сожалению, в одном человек погиб. В воскресенье 25 августа в 9.10 утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире в селе Хромцове. Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна на третьем этаже шёл дым. Двумя звеньями газодымозащитной службы в ходе разведки было установлено, что происходит горение на кухне. На полу в комнате был обнаружен мужчина-инвалид 1977 года рождения. Некоторое время назад у него случился инсульт. Также на кухне была обнаружена женщина 1940 года рождения без признаков жизни. Она находилась у очага пожара. К сожалению, погибла. Пожарные при помощи носилок вынесли мужчину на свежий воздух и передали медика. Ему повезло. Дело в том, что он лежал на полу и было открыто окно в комнате. Мужчина не успел надышаться продуктами горения. Сообщение о пожаре поступило от соседки, которая живёт этажом ниже. Соседка рядом рассказывает, что хозяйка квартиры уже давно не выходила на улицу. Она плохо видела, слышала, передвигалась. Ну, пошёл дым. Может, растерялась, может, запонулась. Ведь, сами понимаете, версий-то много может быть. Может, ей плохо сделалось. Кто её знает? Теперь ведь никто ничего не узнает. Она была слепая и глухая практически. Шваркала ногами. На обувь никуда она не выходила. Площадь пожара составила три квадратных метра. А что касается причины пожара, её предстоит установить сотрудникам органов дознания. За холодильником была установлена электрическая розетка. Она, естественно, была с нарушениями. В плане того, что в эту розетку был вставлен ещё переходник. Один на холодильник, а второй на газовую плиту. Он был, естественно, с нарушениями. Но так как всё прикипело, высокая температура, горение и так далее было, его только детально осматривать надо было. Но вокруг данного места полностью выгорела вся отделка, то есть обои. А пострадавший, как мы с ним разговаривали, он пояснил, что проснулся от запаха горя. Так как он был, скажем так, инвалид первой группы, он неходячий. Он, открыв глаза, увидел, что именно из кухни идёт чёрный дым. Естественно. И попытался как-то эвакуироваться. Но так как плохо ходил, он просто упал на пол с кровати и начал потихоньку двигаться. Ну, через некоторое время зашли наши сотрудники и уже вынесли его, передали бригаду в скорую помощь. А женщина, к сожалению, осталась там. В этот же день в селе Михальково огнём была уничтожена баня на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина – поджог. А днём ранее, в субботу, 24 августа, на улице Пестеля сгорел дом. Сообщение о возгорании поступило в 22.20. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом и пристройка. Хозяин вышел самостоятельно, он спасал свой автомобиль. В ходе разведки огнеборцы обнаружили несколько газовых баллонов. Их вынесли из горящего строения на улицу. Пожар был ликвидирован на площади 58 квадратных метров. Сейчас, конечно, хочу встретиться с этим собственником, с ним обсудить ряд вопросов, почему и из-за чего произошёл пожар, так как он единственный жилец, он фактически единственный собственник данного дома. Нам надо, во всяком случае, установить всё, и с чего началось, и к чему пришло. Ну, я до этого говорил, что все люди сейчас пользуются маркетплейсами, я уверен, фактически каждый второй, даже ребёнок, на всяком случае. Будьте так добры, приобретите себе пожарные извещатели. На самом деле, очень полезная вещь. Она, скажем так, на первой, наверное, стадии может вас предупредить о возникновении пожара. То есть, неважно, где вы находитесь, в доме вы находитесь, либо у себя на участке. То есть, неважно, в квартире также, если там, ну, есть люди, которые, да, имеют маленький участочек возле многоквартирного жил дома. Вот. Если окошко открыто, вы в любом случае услышите то, что как она кричит. То есть, она срабатывает непосредственно именно на дым. То есть, не дай бог, что это происходит. Вы на первом, скажем так, этапе сможете спасти своё имущество, спасти свой красивый интерьер, который вы годами, мне кажется, да, как-то усовершенствовали. Поэтому там она не столь, не столь дорогая, но вам серьёзно поможет. Вот. И если есть возможность, можете, конечно, обзавестись огнетушителями. Потому что, насколько известно, электроприборы какие-то либо водой тушить нам нельзя. То есть, естественно, проводимость электрическая. А можно потушить либо огнетушителем, если у вас есть реально под рукой, ну, либо, конечно, если есть порошок стиральный. Очень неплохо помогает. Продолжение следует...